Тренинг рисуем сайт с нуля в фотошопе, занятие номер 2. Не забываем ставить лайки и подписываемся на наш канал. Итак, если вы все правильно сделали в прошлом уроке, то у вас здесь ширина сайта должна составлять ровно 1300 пикселей. Как это проверить? Если с глазом плохо работает, выбираем инструмент выделения и начинаем выделять от этого края и до этого. То есть от одной направляющей к другой и видим, ширина у меня здесь ровно 1300 пикселей. Отлично. Можем двигаться дальше. Теперь давайте выставим ширину контента и ширину сайтбара. Смотрите, опять-таки натягиваю мышку на нашу линейку и начинаю тянуть. Причем обратите внимание, что у меня здесь размеры идут 310, 314, 332. Я могу, смотрите, просто зажать клавишу shift и у меня будет привязываться к десяткам. Все видите, да? 500, 510 и так пошло. Так вот теперь, смотрите, эта линия находится на отметке 150 пикселей. Ширина контента 910, то есть 150 плюс 910 равняется 1060. И мы тянем на 1060 по нашей линейке. Смотрим. Щелк, 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 щелк. И вот, 1060 пикселей. Отлично. Следующее. Ширина сайтбара 340. И обратите внимание, в текстовом файле tz есть такой момент, как отступы. И они везде по 50 пикселей. Мы можем отмерять ширину сайтбара 340, а можем просто оттуда дополнительно отмерить еще 50 пикселей. Давайте мы это сделаем. Выбираем еще элемент, линейку направляющую и тянем. То есть тут 1060, опять зажал клавишу shift и дальше тяну. 1060 плюс 50 это 1110. И вот сюда ставлю. И получается, смотрите, здесь у нас, выбираем инструмент выделения, расстояние 50 пикселей. И здесь у нас ширина 340. То есть так, как нам и надо. Получается, у нас уже есть, обратите внимание, в нашем документе место для контента и место для сайтбара. Следующий момент, это в ширине нам необходимо указать колонки. Что это такое? Показываю. Здесь у нас есть две колонки. Видим, вот одна, вот вторая. И ширина каждой колонки 430 пикселей. И отступы между ними, опять-таки, 50 пикселей. Вообще, отступы в 50 пикселей у нас идут везде по всему документу. Видим, да? Да? Отлично. Давайте выставим направляющие для колонок. Итак, первым делом 430. Первая колонка. И опять-таки, зажимаю клавишу Shift, тяну направляющую. 150 плюс 430. Это получается 530, 580. Давайте мы затянем на 580. Вот. И дальше делаю отступ в 50 пикселей отсюда. Так, 50, 580 плюс 50, это 630. 630. И вот что получаем. Опять-таки, инструмент выделения. И проверяем. Ширина первой колонки у нас 430. Отступ в 50. Ширина второй колонки должна быть тоже 430. Все. Отлично. Выставили ширину. Теперь можем браться уже за высоту. Продолжение следует... Продолжение следует...